приветствую вас друзья сегодня решила снять вот какую работу смотрите у меня маточники гортензии из которых я снимала черенки в общем зарезала я их основательно и чувствую что что-то они ну как-то они не особенно чтобы особенно вот просыпается множество множество почек вот зелень молодая какие-то листики у них отсыхают вот почва такая солевой такой осадок имеет вот он выпачивание солевые кроме того множество развивается на поверхности из-за избытка солей микроводоросли вот зеленеет почва и это не есть хорошо то есть растения угнетаются кроме того я заметила что когда я поднимаю горшочек а там такие вот мелкие комочки земли такие одинаковые это капролиты то есть следы деятельности червей дождевых червей значит однозначно в этих горшках уже таковые имеются размножились хорошо и там значит уже начинают угнетать маленько пакостить но они не виноваты в этом они просто тут перезимовали в этих горшках им там все понравилось квартирки хорошие но становятся тесными и чтобы не потерять свои растения я буду с ними делать вот что так беру растение и попросту его выпряхиваю какую-то емкость в данном случае у меня такие рабочие старые ванны кроме того вот этот сорт который я сейчас стараюсь вытряхнуть мне его не удалось ни разу размножить не снять черенок потому что он какой-то слабоватенький так ну что мы имеем мы имеем вот что естественно черви вот они корневая система слабая черви такие хорошие жирные есть тут у ним питание я же тут садила торф перегной поэтому максимально стараюсь освободить ком корневой вот корневую систему кроме того я вижу что корневая система основательно подпорчена но еще не все потеряно зелень то есть бывает иногда очень полезно перетряхнуть растение заменить субстрат потому что эти уже жили вот в 10 литровых горшках в данных эти гортензии у меня жили уже с прошлого года здесь и они уже сами основательно все подъели почва уже стала такая какая-то прям глинистая тяжелая имея такие огромные дыры горшки видите я же их устанавливала на землю ну и соответственно вот эти длинные товарищи сюда за заползли обосновались им здесь все понравилось в общем вот так вот подселенцы у нас тут да много их здесь но нужно будет эту почву пересеять черви отдельно земля отдельно так мне нужен был здесь кислый субстрат и связи с тем что я поливала обычной обычной нашей водой конечно кислота вся уже промылась торф он уже подвергся хорошей минерализации разложению плюс я же добавляла еще перегной в прошлом году плюс бактерии которые аборигены в моем перегной они конечно поработали над этим торфом его полностью минерализовали и превратили в обычный тоже перегной соответственно вот эти кислотные свойства этого торфа уже улетучились и гортензия стала испытывать проблемы в росте что я в общем то вам уже однажды показывал что она стала хлорозить это верный признак но я вот немножко под затянула и решила немножко попозже не решила вот сейчас думаю а то я потеряю растение так ставлю это же растение сюда же 10 литровый горшок переселять в больший объем или в меньше не буду просто засыпаю чистым кислым торфом на котором прямо на упаковке написано торф кислый торф кислый кислотность два с половиной три с половиной самое то что доктор прописал кроме того в этом торфе сейчас он прям просто из пакета сейчас покажу вам аккуратненько вот прям из пакета здесь естественно никаких червей нет поэтому пока они заберутся вновь корневая система моих гортензий имеет уже возможность реабилитироваться реанимироваться вот и растение думаю воспрянут духом наконец-то освободили от всяких лишних грызунов сами по себе дождевые черви хорошие товарищи они как бы полезные но в замкнутом объеме горшка цветочного конечно они не полезны и тем более если они в нем зимовали питались они перегноем этим торфом также питаются и начинают немножко пакостить по неволе так этот вариантик у меня немножко попышнее так что здесь посмотрим вот здесь корневая получше видите как она хорошая корневая но все равно буду менять полностью субстрат полностью буду освобождать вот эти корневую от старой почвы от старого грунта по возможности и максимально обтягивая убирая снизу сверху ну такая кардинальная экзекуция но если вот корневая хорошая то она очень быстро восстановится корневая слабая имеет возможность поправиться ну здесь и растение получше себя чувствует и нету никого то есть живности нету вот смотрите многие делают вывод значит это черви съедают растения я вам скажу нет это черви разводятся дождевые в тех горшках там где корневая система слабоватая там где есть вот эти гнилостные уже процессы нет здесь нету там где есть гнилостные процессы и где они наверное эти процессы привлекают что ли червей туда вот такие горшки больше их заползает значит вот эти гниющие остатки растительные они быстрее начинают перерабатывать съедать ну и растение соответственно если оно уже было плохо себя чувствовала то начинает дальше просто загибать вот иногда в таких случаях нужно просто пересадка свежего субстрата необходимого по параметрам подходящего для этого растения здесь вот хорошо входит все корневая замечательно вошла вот так вот и теперь я ее немножко как бы глубже посажу и подсыплю побольше для того чтобы молодые веточки которые новые отрастают молоденькие из центра куста имели возможность дать дополнительные корни что вот эта зеленая масса молоденькая она очень легко укореняется очень легко прирастает дает корешочки ну соответственно корневая система усиливается вот этот хиленький кустик который только что я показала его тоже немножко глубже посадила чем он был для того чтобы молоденькие росточки имели возможность дополнительно укорениться теперь субстрат для них очень подходящий имеющий нужную кислотность поливать я буду мягонькой водичкой пока у меня работает осушитель дает мне почти дистиллированную воду воду то есть и будут мои гортензии радоваться жизни воспряну духом и надеюсь дадут мне еще партию черенков для того чтобы я их еще раз попыталась укоренить последняя партия черенков кстати получилось у меня неудачно и практически все ушли в отходы поэтому делаю вывод что самый идеальный вариант это первое отрастание и когда могу держать температуру не выше 20 градусов сейчас что-то температура у нас повышается прыгает скачет погода то тепло то холодно не поймешь вот и получилось неудачно но я не отчаиваюсь я думаю что я еще разочек черенки возьму попытаюсь другим немножко способом укоренять и будет все все нормально так ну у вас может возникнуть законный вопрос а что делать с моими гортензиями которые выходят из зимовки ну вот кто тоже хранит как я гортензии зимой в горшках ну только я хранила их в теплице и проснулись они у меня очень рано в январе а у кого в подвале достаем гортензии и как с ними поступать менять ли им субстрат я бы рекомендовала вам понаблюдать за своими растениями ну то есть можно конечно кинуться сразу заняться заменой субстрата вот в горшках думаю что сразу будет нецелесообразно во первых растение сразу вы не тормошите она еще не начало просыпается там вегетировать то есть не листочков еще новых не новых корешочков то есть только-только все процессы начинаются пока можно оставить эти процессы на свой естественный ход то есть растение основательно проснется начнет свою жизнедеятельность наращивать будет новенькие листочки и соответственно новенькие корешки начнут образовываться обрастающие как только вы увидите как развивается это растение то есть хлоротичность появляется или нет или появляются темно-зеленые листики то значит вы сделаете вывод если хлоротичность то понятно субстрат уже изжил свое поменялись его свойства химические изменился ph скорее всего произошло засоление субстрата излишними солями и тогда нужно будет смело уже его менять на свежий кислый торм если растение развивается нормально то есть образовываются нормальные зеленые такие темно-зеленые листья хорошие быстрые приросты идут ну то есть и не то чтобы быстрые но стабильные приросты соответствии с температурой содержания этого растения то тогда не торопитесь делать такие вот резкие движения резкие манипуляции с растением возможно субстрат вы засыпали новый и растение высаживали в горшок допустим в конце лета либо осенью перевалку делали более просторный горшок и добавляли свежий субстрат тогда не имеет смысла заменять субстрат на свежий весной то есть незачем растение трогать и тревожить пусть она развивается как нужно вот собственно и все вся моя рекомендация в ответ на возникающий у вас вопрос поэтому смотрите наблюдайте и решайте делайте выводы по состоянию своих растений иногда стоит поспешить а иногда не стоит иногда нужно посмотреть вот дело готово осталось только полить поливаю первый полив совсем немножко торф влажный просто поливаю чтобы немножко смыть частички торфа с поверхности листиков сполоснуть так скажем листики ну немного уплотнить его водичку беру мягкую то есть из нашего осушителя воздуха здесь буквально леечка 2 литра на 6 горшков вот вот и весь полив это даст возможность корневой системе сейчас начать работать заново начать образовывать новые корешочки наращивать обрастать свежий корневой и уже потреблять предложенные новые питательные вещества поскольку субстрат имеет и необходимую кислотность которая нужна для гортензии я думаю что все процессы нормализуются и приросты уже пойдут хорошими красивыми темно-зелеными такие какие у меня начали расти почки на молодых черенках которые я переваливала вот в этот же самый кислый торф а вот так выглядят мои черенки вот после обрезки прищипки вот у них уже началось обрастание вот растут молоденькие почечки уже просыпаются росточки хорошенькие листики заметно позеленели стали прям вообще шикарные темно-зеленые такие какие надо в общем растением этим все нравится вот здесь же досветка температура повыше это они стоят на стеллаже в теплой части здесь частенько выше 20 и смотрю что им вообще все замечательно вот у всех по просыпались почечки вот начинается обрастание то есть формирование кустика пошло почки у них супротивные вот две пары листьев верхняя и нижняя и снизу там обязательно почки проснуться из под земли выйдут новенькие веточки и того как минимум по 4 веточки будет ну а дальше я их буду дальше формировать растения все разные по размеру потому что одни были получены вот из зеленых череночков а эти на кусочки одревеснения то есть деревяшечка поэтому они меньше но у них тоже вот видно что листики новенькие уже такие темно-зелененькие хорошенькие значит они тоже пустили корешки в этот торф и развиваются вот перетряхивая последнее растение я обнаружила для себя подарок посмотрите веточка дала корешки то есть вот эта веточка одревесневшая касалась поверхности субстрата в горшке и легко дала вот такую хорошую мочку корней конечно не воспользоваться было бы грех нужно отрезать вот это вот подарочное растение вот уже какое хорошенькое и конечно я его посажу горшочек заготовила горшочек такой же как и растут у меня другие черенки 0,6 литра объема заэтикировала его как называется сорт и сейчас я его посажу надо искать лучшие моменты даже в такой спасательной операции видите даже на сюрпризик такой образовался и грех будет им не воспользоваться вот еще один экземплярчик этот черенок укоренился самостоятельно в виде отводка то есть сразу же хочу вам еще попутно сказать что можно способ размножения если вы летом имеете возможность прикапывать куда-то горшки либо есть веточка которую в грунт вы высаживаете либо прикапываете ту веточку которая наклоняется низко к земле можно самостоятельно специально прям наклонить пришпилить и подсыпать сюда грунта и произойдет укоренение но укоренение не так быстро как мы вот специально укореняем там в тепличках зелеными черенками или иными способами оно произойдет самостоятельно но зато без вашего участия без всяких затрат произойдет значит замечательно ну нет значит не судьба но чаще всего происходит этот способ называется укоренение отводками так ну вот поселила я свои спасенные гортензии так сказать на третий этаж вот на стеллаже на самом верху то есть у меня здесь уже все крыша вот будут они здесь стоять и укореняться под естественным освещением здесь дополнительного освещения им нет ну тут вот немножко от лампочки но это несущественно температура здесь конечно выше 20 и причем одинаково выше ниже не опустится да наверно даже и под утро потому сейчас ну как бы тут тепло и наверху хорошо в общем здесь они не будут закисать не будут охлаждаться ком большой на подперетряхнутая вся корневая система нарушенная и я думаю здесь произойдет нормально быстро укоренение но кроме того естественное освещение благотворно повлияет на свет образовавшийся свеженькой листвы будет она темно-зеленая и черенки поскольку я еще мечтаю взять черенки с этих растений должны быть здесь крепенькие такие хорошие напитавшиеся солнышко крепкие темно-зеленые которые дадут мне укоренение хорошее ну на этом все дорогие друзья вот такие вот дела я делала со своими гортензиями думаю если вам информация будет полезно это будет замечательно всего доброго до свидания